Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. В этом мастер классе предлагаю Вам связать вместе со мной шапочку для девочки в стиле Пеппи Длинный Чулок. Помните ту независимую, озорную, рыжую девчонку по имени Пеппи? Так вот пусть наши дети подольше остаются в детстве и не думают о взрослых проблемах. Вязать будем из пряжи новинки от Ализе. Это ниточки Cotton Gold Plus Multicolor, очень приятная на ощупь пряжа. Вес мотка 100 грамм, длина нити 200 метров, номер цвета 52196, в ее состав входит 55% хлопок и 45% акрил. Для изделий из этой пряжи рекомендована ручная стирка. Сушить на горизонтальной поверхности и гладить на минимальной температуре. Здесь же указан размер спиц 6-8 мм и размер крючка 5-7 мм. Для работы нам понадобится двухсторонний крючок для тунисского вязания номер 5. Такие крючки я брала в интернет магазине пряжа Настенька, ссылочку оставлю внизу, там же Вы найдете хороший выбор пряжи Ализе. Предварительно вяжем образец, не советую пропускать этот этап работы. По образцу Вы подберете узор, размер крючка, сделаете расчеты для будущего изделия. Не стоит полагаться на количество петель, которое дается в мастер классах. У всех разная плотность вязания и в итоге у Вас может получиться совсем не то, что Вы хотели. Связав несколько тунисских узоров, я выбрала тот, который подойдет для вязаной шапочки на весну. Вот такой способ провязывания тунисских столбиков получается не очень толстым, остановимся на нем. Теперь осталось посчитать количество столбиков, например в 5 сантиметрах. Дальше делим это количество на 5 и умножаем на обхват головы. Запоминаем получившееся число. Еще хочу обратить Ваше внимание на край изделия. Первый ряд петель мы будем набирать так, чтобы получилась по краю вот такая косичка. Если Вы будете набирать просто за петли начальной косички, то Ваш край будет выглядеть вот так. Приступаем. Нам для вязания нужны две нити. Если у Вас есть два мотка, тогда все просто. А если моток всего один, то одна нить пойдет у нас сверху, а вторую достаем из середины. Берем одну ниточку, делаем первую петлю, сильно ее не затягивайте и вяжем косичку из того количества петель, которое у Вас получилось по расчетам. Моя косичка готова, я набрала 80 петель. Теперь нам нужно соединить ее в кольцо. Проверяем, чтобы косичка нигде не перевернулась. Подводим конец косички к началу, заводим крючок в первую петлю, про которую я говорила, что ее не стоит затягивать и продеваем ее через петлю на крючке. Теперь смотрим на косичку, с лицевой стороны она состоит из ровных галочек, а с изнаночной стороны у нее проходят бугорки. Так вот, для набора первого ряда нам нужно сейчас заводить крючок под эти бугорки. Начиная с первой петли косички, поддеваем бугорок, просовываем под него крючок и вытягиваем петлю. Эта петля остается на крючке. Переходим к следующему бугорку, достаем петлю через него и так далее. Набор петель для первого ряда, это наверное самое сложное, что есть в тунисском вязани. Немного туго проходит крючок, помогаем ему зайти именно под бугорок и вытягиваем петельку за петелькой. Сейчас нам нужно набрать столько петель, сколько удобно будет держать на крючке или другими словами сколько влезет. Крючок можно взять нижним хватом, возможно Вам так будет удобнее. Вот так набрали на крючок петель 10-12, пока останавливаемся. Нам нужно сделать такой набор по всему ряду в круговую, но так как длина крючка не позволяет, делать будем это частями. Сейчас берем вторую нить, переворачиваем работу и подводим нить в начало туда же, где у нас первый хвостик. Начинаем закрывать первый ряд, захватываем нить и протягиваем ее через две петли на крючке. Снова захватываем нить и протягиваем через две петли на крючке. Таким образом мы с Вами будем провязывать все ряды с изнаночной стороны. Все петли закрывать не стоит, пусть 3-4 петли остаются на крючке. Снова разворачиваем работу. Вот у нас получилось начало первого ряда. Теперь эту нить оставляем, берем снова первую ниточку, пододвигаем крючок и продолжаем набирать новые петли первого ряда. Это только в первом ряду так медленно продвигается набор петель, потому что нам нужно попасть крючком под каждый бугорок. Можно конечно делать набор за дольки косички, это будет намного сподручнее и быстрее, но тогда не будет по краю той косички, которую я Вам показывала на образце. Снова набрали какое-то количество, повернули работу, пододвинули крючок, подняли вторую ниточку и продолжили закрывать набранные петли. Оставили на крючке несколько петель, поворачиваем работу. Итак, продолжаем вязать первый ряд до конца. Мы дошли до конца ряда, остался последний бугорок. Заводим в него крючок и достаем петельку. Вот у нас первый тунисский столбик. Заводим крючок под него, вот так спереди, только под сам столбик и достаем новую петлю. Затем под следующий столбик заводим крючок, набираем петлю и таким образом мы будем дальше продвигаться вперед на протяжении всего вязания. Между рядами никаких соединений делается вязать не нужно, вяжем по спирали. Вот, мы как раз прошли то место, где начинали первый ряд и перешли на второй. И Вы видите, как плавно все получилось. Продолжаем по направлению вперед, набираем петли за тунисские столбики. С изнаночной стороны ряда закрываем набранные петли всегда по два. Таким образом у нас получится узор, как на плетеной корзинке. Согласитесь, вязать тунисским способом совсем не сложно. Возможно тунисское вязание придется по душе и тем, кто совсем не умеет вязать ни спицами, ни крючком. Вот так складывается узор нашей будущей шапочки. Мне эти переплетения очень нравятся, а Вам как? Не поленитесь, напишите в комментариях, мне интересно знать Ваше мнение. Край шапки немного закручивается, то есть можно будет оставить его как есть и носить вот так, а можно отпарить его, чтобы он был ровным и видно было нашу косичку. Продолжаем вязать дальше, встретимся, когда будет провязана необходимая высота шапочки. Вот такая шапочка получается у меня, в высоту я провязала 19 см и чтобы закончить ряд, находим первый ряд тунисских столбиков и на этом же уровне закроем ряд. Вот тут у меня второй розовый столбик, буду набирать петли до него. Теперь переворачиваем работу и закрываем все петли, которые есть на крючке. У нас осталась последняя петелька. Обрезаем обе нити, вытягиваем последнюю петлю и подтягиваем конец работы за обе ниточки. И посмотрите, в этом месте у нас получилось максимально ровное завершение ряда без высокой ступеньки. Завязываем из нитей узелок, потом хвостики спрячем. Сейчас сделаем на шапке верхний шов. Складываем ее пополам, так, чтобы начало и конец вязания оказались посередине. Шапка должна быть повернута передней стороной к Вам. Заводим в крайний столбик крючок и привязываем тут нить. Теперь смотрите, как мы будем делать шов. Заводим крючок под тунисский столбик с передней стороны и на том же уровне под столбик с задней стороны. То есть нам нужно зацепиться сразу за два столбика. Теперь вытягиваем нить и провязываем эти два столбика вместе. Находим следующий столбик здесь, подцепили его, ищем следующий столбик там. Тоже подцепили. Захватываем нить и провязываем эти два столбика и ту петлю, что была на крючке тоже. Так продолжаем провязывать завершающий шов за противоположные столбики. У нас получится ровная косичка сверху, спереди будет тоже все ровно выглядеть. Дальше продолжайте самостоятельно. Теперь давайте сделаем косы. Одна уже готова, сейчас вместе будем делать вторую. Оставшиеся в клубке нитки я разделила на две части и из каждой сделала длинный пучок, который состоит из 16 нитей. То есть нить делим пополам, затем еще раз пополам и так далее, пока не получится в пучке 16 нитей. В уголок шапки заводим крючок, в это отверстие между столбиками нам нужно будет два раза протянуть все нитки. Потуже сворачиваем пучок из нитей и крючком стараемся вытянуть все ниточки за один прием. Вот так у меня получилось, уверена у Вас тоже все получится. Один хвостик пучка вытягиваем через уголок шапки. Теперь перехватываемся за нитей подальше и снова их потуже скручиваем. Нити, уже продетые в уголок шапки отодвигаем и крючок заводим в то же отверстие, только с другой стороны. Точно так же стараемся за один прием вытянуть весь пучок ниток через отверстие. Только на этот раз вытягивать хвостики не будем, у Вас должно получиться два хвостика и две петли. Сейчас нам нужно выровнять все нитки так, чтобы и хвостики и петли были одинаковой длины. Расправляем все нити, чтобы в косах они лежали красиво. Одна петля у нас будет первая часть косы, вторая петля, соответственно вторая часть и два хвостика станут третьей частью. Проверяем еще раз длину, все три части должны быть на одном уровне. И теперь заплетаем из ниток косу. Если нужно, подправляйте ниточки, чтобы они ложились ровно и красиво. Плетите потуже, чтобы косички потом можно было перегибать и они держали форму. Еще проследите за тем, чтобы коса была расположена так, как будто она является продолжением верхнего шва. Заплели косу нужной длины, перехватим ее пока тоненькой резинкой. Расстригаем петли, затем завязываем на конце косички надежную прочную нить. Расправляем еще раз кончики и выравниваем их на одном уровне. Вот и все, косы готовы. Их можно загибать в разные стороны, чтобы они были похожи на косички Пеппи. Когда шапку мы наденем на малышку, они будут выглядеть примерно вот так. Еще предлагаю к шапочке сделать завязки. В этом возрасте деткам хочется побегать, попрыгать, шапки у них съезжают и несмотря на то, что на улице не так холодно, все же уши у них пусть будут закрыты. Но так как файл, в котором я вязала свои завязки почему-то не сохранился, покажу, как я их делала на других нитках. Для начала вяжем косичку из воздушных петель нужной длины, я длину вязать не буду. Дальше разворачиваемся и опять же находим знакомые уже нам бугорки с изнанки. Заходим в каждый бугорок, вытягиваем петельку и протягиваем ее через петлю на крючке, то есть проходим по изнаночной стороне косички с соединительными петлями. Таким образом у нас получился шнурок треугольный в сечении, в котором с двух сторон идут косички и с третьей стороны изнаночные петли. Такие шнурочки удобно будет завязывать, узелки на них не будут затягиваться туго и ребенок сам сможет с ними справляться. Надеюсь, эта шапочка в стиле Пеппи длинный чулок вам понравилась и вы свяжете с своим любимым девчонкам такую же. Не забудьте, что в комментариях можно оставить свой отзыв, вопрос или предложение, мне интересно Ваше мнение и я обязательно Вам отвечу. Кто уже писал комментарий знает, что это так. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений, тогда мы точно увидимся в новых мастер классах. А на сегодня все, с Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok